Аудиокниги Иван Сергеевич Тургенев Степной король лир Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, о его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой сути. Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности. Каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов. Этих последних, правда, только в возможности, с которыми ему пришлось сталкиваться. — А я, господа, — воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, — знавал одного короля Лира. — Как так? — спросили мы его. — Да так же. Хотите, я расскажу вам. Сделайте одолжение. И наш приятель немедленно приступил к повествованию. Глава первая Все мое детство, — начал он, и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста, я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы. Богатой помещицы губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению. Ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту Исполинского. На громадном туловище сидело несколько искоса без всякого признака шеи. Чудовищная голова. Целая копна спутанных желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного лица, торчал здоровенный шишковатый нос. Надменно топорчились крошечные голубые глазки, и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил, хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий, язычный. Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой. И, говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Так, трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно. Одним взглядом его бывало и не окинешь. Но неприятно оно не было. Некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки? Те же подушки. Что за пальцы? Что за ноги? Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухоршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам. Но особенно поражали меня его уши, совершенные калачи, с завертками и выгибами. Щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович и зиму, и лето казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги. Галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух. Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что попавший в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской, и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке. «Народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями». Про него даже сложились легенды. Рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его, что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. «Коли десница у меня благословенная», — говаривал он, — «так на то была воля Божия». Он был горд, только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом. «Наш род от вшеда», — он так выговаривал слово «швед», — «от вшеда Харлуса ведется», — уверял он. «В княжение Ивана Васильевича Темного, вон оно когда, приехал в Россию и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом, потому снеговики...» «Да, Мартын Петрович», — попытался я было возразить ему, — «Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный». «Темным прозывался великий князь Васильевич». «Ври еще», — спокойно ответил мне Харлов, — «коли я говорю, стало оно так». «Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательные бескорыстия». «Эх, Наталья Николаевна», — промолвил он почти с досадой, — «нашли за что хвалить». «Нам, господам, нельзя инако, чтоб никакой смерть, земец, подвластный человек, и думать о нас худого не дерзнул. Я, Харлов, фамилию свою вон откуда веду» — тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собой в потолок, — «и чести чтоб во мне не было, да как это возможно». В другой раз вздумалась гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию. «При царе Горохе?» — перебил сановник. «Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевича Темном». «Я так полагаю», — продолжал сановник, — «что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии». Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу, но он понял, что сановник трунит над ним. «Может быть», — брекнул он, — «наш род точно очень древний. В то время как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, «жил у ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет». Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Два дня спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня», — перебил Харлов. «Не наскакивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым, но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» — спрашивал он, и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова